друзья подписчики всем огромный привет сейчас 2 января в общем первое видео в этом году ну у меня есть уже видео записанные там болтовлоги и есть видео еще с отмечания нового года но их надо там пересматривать монтировать поэтому это не скоро я решил чтобы вы не скучали хотя бы что-то для вас записать в общем покупка по cb по тематике старых объективов раньше ну как раньше это вообще моё хобби я вам рассказывал уже с давних времен то есть я как бы ими всю жизнь занимался но чисто для хобби то есть никакого бизнеса в этом нету мне нравится фотографировать именно старыми объективами ручными на каких-то там сайтов такого у меня нету но вконтакте если кто зайдет ко мне там у меня есть целый альбом именно фоток со старых объективов ну не только но в основном со старых фотоальбом называется природа и звери вот то есть я основном природу и зверей фотографирую ну так крыши отсюда лапера блин только начинаю что-то записывать приходит это самое все рушит и там можете посмотреть вот в основном природа и звери я фотографирую всякие цветы растения там животных ну и немного коллекционирует сейчас у меня коллекция небольшая я начал собирать ну еще в 2012 то есть было 0 в коллекции у меня объектива в первый я купил с крейглиста два объектива за двадцатку купил там керун по-моему не помню сколько-то 25 или 28 метров светосила 2 и такие на спешал авто с которой видео есть на канале так и называется вот то есть типа по 10 долларов за объектив ну и очень многое накупил секонд-хендах ну не очень много но прилично но это было давно сейчас ситуация изменилась сейчас покупать очень сложно стало потому что многие люди стали адаптировать объективы на беззеркалки на зеркалки и короче большой на них спрос поэтому цены естественно выросли многие объективы что я покупал там 5-10 лет назад уже стоит два в три раза дороже было сейчас уже такая ситуация что люди даже с проекторов покупают объективы с фотоувеличителей но я вам тогда в самом конце видео покажу это самое свою коллекцию ну так вкрас не буду подробно все объективы рассматривать целый час займет или больше вот а чисто ну я ее долго собирал то есть у меня был перерыв на пару лет вот некогда было этим заниматься мы сейчас как время появляется я думаю буду постепенно опять возвращаться к сбору своей коллекции и продолжать опять дальше сейчас снимки делать это самое выкладывать там в контакт или в инстаграм не знаю как получится в общем ну тоже как покупка этих старых объективов они то все там сороковых 50-х 60-х там я максимум покупаю там где-то 60-70 года но есть и новее у меня если у них там красивый рисунок объектива или меня в них что-то интересует или цена очень дешевая вот как часто в секонд-хендах там принципе если там за там 5-10 долларов берешь объектив то в принципе по барабану какой если он старый то пофиг потом если что пойдет на обмен или можно продать но я еще пока ни одного объектива честно не продавал то есть у меня есть двойники попадались тоже вот секонд-хендов вот но не доходили руки еще для того чтобы их там выставить продать но и тем более смысла особого нету как я вам говорю это кроме того что хобби она еще как инвестиции идет так как объективы дорожают и на них цена никогда не упадет они старые они уже сколько лет 50 лет не производятся поэтому они дешеветь не будут вот даже если кризис будет или там все что угодно в общем но это конечно как я вам говорю если бы меня не интересовала сама адаптация и фотография я бы просто так бы для инвестиций их не покупал потому что очень много мороки надо разбираться во вторых очень большой риск покупок я вам про это уже говорил потому что на ebay ты покупаешь некоторые люди в них вообще не шарят много пенсионеров перекупщиков то есть берут секонд-хенде ну там в этих риф-шопах вилл вилл гудвилл я вам показывал туда репортаж там берут его на ebay ставят вот а он может не работать некоторые даже не знают как там диафрагму проверить фокусировку ну смотрят с виду все целое мне такое несколько раз попадалось внутрь футу особых проблем не было на ebay если продавцы ну они в основном все американские за границей всего пару раз заказывал в германии там дешевле цены если немецкие брать объективы потому что там их делали там их больше и они они там дешевле вот но это тоже было давно сейчас цены примерно одинаковые уже вот и ну обычно разрешается или делают это самое или возврат части денег или вообще возвращаешься они деньги возвращают но особо тоже немного у меня было проблем потому что как я вам говорю это на ebay тоже не очень много их брал у меня примерно 50 на 50 50 там cb 50 других мест это я ну я вам пару анбоксингов этих показывал то есть я вам говорю я там не спешу с покупками я обычно наблюдаю когда вижу что-то выгодное беру вот этот объектив я давно искал он редко выступает в продажу давайте откроем посмотрим потому что может быть там или он не то прислал или они со заказал какое-то шума было я заказывал как-то тоже с германии чувак прислал не тот объектив его была ошибка он ее признал но в итоге потом все разрулилась но ситуация в том что продавец просто может даже перепутать может он нерабочий когда придется открывать короче вот он прислал мне в коробке от какого-то никона вот такого вот сделанного в японии но это он просто использовал и и и получается как упаковку так как тут открывается здесь наверно разрезать надо я не вижу просто через камеру его видно куда-то не туда прорезал видеть вот здесь к выемка получается для пальцев он душу в общем-то заклеил попал короче открываем вот как он тут запаковал все так тяжеленький это радует мне нравится в них они реально эти старые объективы все тяжелые сделаны с больших пусков с упаковкой конечно но я вам говорю в основном пенсионеры их продают что нашли ну да это тот объектив который я хотел я охранял конечно если он работает то это офигенная покупка но как я вам говорю я не спешу с покупками они переплачивают то есть я слежу и когда я вижу именно то что мне надо по выгодной для меня цене тогда я только покупаю мне спешить некуда то есть я собираю эту коллекцию постепенно в общем это объектив естественно немецкий тоже года где-то 50 и 60 и смотрите какой дизайн обалденный фирма иска вот даже написано made in germany здесь иска готтинген модель из комат вот эти буквы lm обозначают что у него есть light matter light matter это экспонометра грубо говоря значит фокусное расстояние 50 миллиметров это 5 сантиметров светосила 1 и 1 и 9 ну то есть неплохие стандартные параметры я вам сейчас немного побольше расскажу значит к нему видно здесь сразу прицеплен экспонометр типа light matter его можно снять но это как бы не так просто не так что он снимается и ставится он сразу так на фотоаппарате поставляется как как-то его можно снять ну тогда он тоже выглядит будет странно ну теоретически он снимается но он не предназначен для этого может даже здесь видите написано light matter он так и должен быть бывают такие объективы без приставки light matter без lm и нету вот этой вот штуковины вот но этот естественно лучше и дороже и как вы видите light matter еще работает видите это охренеть вообще 50 лет и он еще работает вот в нем нету батареек вот это калькулятор рассчитывать там выдержку диафрагму то здесь вы чувствительность пленки ставите а потом где-то тут оно должно показывать вот здесь правда я не знаю что то как она здесь работает короче увидим но это нам все не нужно это естественно мы этим уже не пользуемся потому что когда мы адаптируем ставим на современный фотоаппаратом с этой внутри будет процессор рассчитывать вот значит смотрим фокусировка значит с полметра начинается то самое близкое можно на полметра снимать вот и вот нашел себе лишанку в этих салфетках упаковочных полметра и проверяем дальше до бесконечности ход небольшой но вы видите центральный элемент он выдвигается видите вот это вот выдвинулась теперь идем к бесконечности он задвигается брат короче фокусировка работает все идет плавно без рывков не туго в то же время не болтается то есть фокусировка у нас окей вот здесь какая-то короче непонятная крышка как она как он ее сюда нацепил а она короче просто надевается и снимается вот такая вот то есть видите оригинальных крыша как бы нету ну то может быть но она скорее всего не регионально но по размеру подходит но я вообще такие крышки одно из предназначений кстати вот 3d принтера это печатал такие крышки на себе на объективы по размерам ну вот это вот это как бы брак то что или я неправильные размеры напечатал или тестовые образцы и вот к примеру я или я писал вот каких-то материалов температура то здесь видите что-то на бокорезе то ли температура слабая была короче херня получилось вот но это вот как раз таки этот объектив он получается для фотоаппаратов экзакта размер вот я печатал на экзакту как раз таки крышку и то есть видите она идеально сюда подходит вот но я распечатаю потом другое так это как я вам говорю все или брак или тестовые потому что мне больше нравится черного цвета на разные виды пластика разных цветов ну вот это вот я все крышки печатал я их или перепечатывал или что-то там было другое то есть это так вот тоже вам покажу вот кульминар лиц и тоже спрашивали для чего 3d принтер ну для чего угодно но мне на очень такие старые нужны потому что крышек много не хватает вот это вот крышка на олимпус старый вот на рестор я недавно тоже покупал вот еще вот такая же крышка как у меня вот здесь только я сделал с таким вот еще шлифтом такая она может быть даже красивее щас посмотрим ну да вот такую можно мере тары вот такая вот это моя самая первая модель была которую я разработал потом я понял что лучше то которая вот с с такими как рассказать с небольшими как 6 по 6 рынке ну короче с такими насечками она это тем более большая по сейчас но это вот самая по наверно 1 это померил вот такая но здесь тоже видите дефект слишком тонкий слой она просвечивается вот тоже поэтому перепечатывал ну короче тут тоже это ну качество видите неплохое что тоже смотря какой материал вот есть кстати зеленого полупрозрачного она тоже хорошо работает на сигму крышка тут еще какие-то туши вот разные пытался с резьбой печатать но они в принципе работают но фигня получается с резьбой надо только металлические так ладно это вообще забирает просто хотела показать это по поводу крышки даже не особо и важно возьму прямо сегодня по мере распечатаю на него нормальные крышки черного пластика красивые название там напишу ну конечно можно какие-то старые найти но это все не не столь важно вот кстати он увидите он с какого-то с какой-то коллекции видно что это не фуфло а здесь именно вот это вот этикетка на очень старая видите она такая уже и пожелтевшие грязные номер и с этой стороны с этой одинаковый grisinger коллекция из какого-то от какого-то коллекционера видимо какой-то дед умер старый коллекционер очень чистое стекло вот короче реальная мгру очень дешево его купил получается потому что я давно за ним наблюдался два года не один не выходил такой в продажу по доступной цене вот чтобы было отличное состояние потому что у меня такой объектив уже был ну я его как по случаю куплю сейчас я вам покажу вот видите точно такой же вот кстати крышка тоже которую я распечатал но это тоже одна из промежуточных модификаций здесь поменьше насечка видите такая здесь иска вот в общем объектив сам точно такой же видно по нему один к одному просто здесь состояние хуже ну и здесь ну да и light meter тоже работает и здесь видите на нем царапина хотя у них даже посмотрите серийные номера почти одинаковые вот ну я могу к примеру этот продать или поменять дан на какой-то другой и у него видите само стекло хуже состояния то есть даже с учетом что его протирал все равно там видно по боку идут небольшие какие-то дефекты вот но это не особо на фотки влиять на вот этим я снимал видео но есть на канале там какая-то группа которая выступала на цене на улице два видео по моему было это американская группа я короче снимал на беззеркалку вот этот объектив стал очень классное видео по получилось ну поищите где-то но есть на канале я правда название не знаю это несколько лет назад было вот и вот теперь у меня такой вот получается просто в более хорошем состоянии в общем нам осталось посмотреть работает ли тут диафрагма вот она как-то не похоже что тут работает сейчас попробуем а тут стоит автомат надо переключиться на ручной а ну вот она уже переключилась на ручной блин а как она должна работать здесь вот работает он почему-то не работает видите смотрите закрывается вот она открывается а блин крышка если этого не видно вот открывается вот закрывается а тут она она вообще вот это вот рукоятка почему-то не ходит ни туда ни сюда такое чувство что она просто кнопка какая-то есть чувство что она просто застряла на одном месте короче ладно не буду ломать сама диафрагма нормальная вот она такая должна быть такая же как в том она работает прыгалка видно что с ней все в порядке но ну когда вручной переключаешь она все время закрыта вот автомат она это самая здесь хитрый вот этот механизм с этой переключалкой редко такое бывает вот вот с этим я разберусь надо просто не хочу ничего сломать может там просто закисло что-то но я думаю что это разрешится потому что дефектов нету просто наверно старый может быть видите какая-то фигня может смазка застыла чуть-чуть надо бензо капнуть подождать оно размягчится такое бывает иногда ну если будут с ним проблемы напишу продавцу хотя потолку цене как я его купил его даже из нерабочей диафрагмы можно брать она особо и не нужна главное открыть на максимум на максимальной короче снимать вот в общем покупкой доволен пока я я думаю что это будет не проблема потому что видно по болтам что его не разбирали вот здесь видно что ничего не сорвано то есть не откручивали линзоблоки это самое главное потому что на том даже видели тут царапина это знаешь что тут что-то наверно пытались разбирать чистить переднюю линзу самое главное чтоб он цельный был никогда не вскрытый в общем объектив отличный вот и я вам не дорассказал в чем почему именно я его хотел потому что ну во первых он у меня уже был я фотографировал и снимал видео я знаю что это очень классный объектив и второе что о нем интересно что мало кто знает что это копия шнейдер кризнач ксенона есть шнейдер кризнач ксенон точно такими же характеристиками 50 миллиметров светосила 1 1 и 9 вот это один из моих самых-самых любимых объективов у меня несколько видов там разных годов с разными этими диафрагмами лепестками и короче я им постоянно снимаетесь в один из моих таких ну как сказать самых используемых и это его как бы копия просто другой фирмы но ксеноны тоже они сейчас в районе стоит намного дороже даже чем я этот покупал но это должен быть еще дороже потому что он более редкий здесь крутое состояние плюс здесь еще и лайтметр вот вот это я вам показал я вам обещал ну тоже мы не будем подробно рассказывать так как я вам говорю вот моя такая коллекция небольшая ну на верхней полке это не коллекция это короче современные объективы то есть ну это здесь надо разобраться потому что здесь не все мне нравятся то есть вот этот лейка это мой самый первый объектив который мне бесплатно достался вот ну то что там долгая история не буду рассказывать вот лейка диварио эльмар он еще под старой не под микро фасюрса под старой поэтому видите здесь переходник очень мне нравится им часто фотографируют ну и дальше вот это вот компактные они оба накрылись из-за того что я на каяки не снимал у них короче у обоих попала морская вода короче ну то есть они работают на там из-за соли короче у них если у того и того дефекты поэтому мне их как бы и продавать неохота людям уже такие дефективные ну или на запчасти надо продать вот вот это тоже покупал фотографировал им ну тоже он устарел здесь тоже лейка объектив видите это самое вот это я новый покупал этот немного им поснимал вот ну тоже как бы купил потом купил более новой этот не продал вот это за это моя самая последняя покупка была в прошлом году это погодозащитный олимпус омд здесь у него еще дополнительный батарейный блок будут туда еще дополнительная батарея оставляется но все тоже импусовская фирма и дополнительная вот тут еще рукоятка вот он он здесь из трех частей собирается такой как зеркалка получается очень классный фотоаппарат крутой качество но мне его тоже придется продавать потому что я не могу привыкнуть мне не нравится олимпус и не меню не управление я все это не понимаю вот это вот которым я видео раньше постоянно снимал его чисто под видео и брал это lumix g7 до этого у меня был g6 g6 я продал вот это мой самый первый фотик я его покупал когда только приехал в 2012 он тоже система но и они все системы микрофошерст вот этот вот этот вот этот я им фотки делал с пин вот которые у меня тоже в контакте выложен то есть это очень классный фотоаппарат ну то же самое олимпус я их не перевариваю поэтому я его вовремя продать не успел а сейчас он уже копейки там стоит объектив уже дороже фотоаппарат плюс у него надо матрицу почистить тоже и вот этот был на канале это я покупал вместо ву тех которые накрылись а это тоже модель ну тревел зум только этот один там из более современных это про него было на канале видео и ну и объективы сами видите там на коробках все написано какие они у меня их не так много современных есть panasonic 25 миллиметров panasonic 30 то есть я не особо увлекаюсь современными вот для видео брал 8 миллиметровый slr magic ну из-за цены потому что panasonic там или олимпус они в сто раз дороже это стоковый объектив или от это еще от gsx по моему остался уже не помню здесь китайский с алиэкспресса широкоугольник фишай видите 8 миллиметров тоже это тоже для видео но он дешевый но неплохо снимается я им тоже видео снимал где-то есть видео с макдональдса на него снимал и вот этот из китая это здесь огромная светосила 095 25 миллиметров фокусное расстояние светосила 095 он дорогой около 300 долларов чисто китайский но он дерьмо себе знал я бы не покупал ну то есть светосила у него есть но он фиговый по сравнению с корейскими он ракеноны стоят они на порядок лучше конечно и дешевле но тукаре вот ну то сигма тут уже старая давно давно покупала она уже такая большая не снимая он сигма 30 ну то есть современных немного и вот здесь вот это вот уже старый вот эти все в коробках это были на видео я показывал я их в один день все секонд-хенде купил вот эти вот на минуту и вон тут окину те же конверторы тогда купил потом секонд-хенде я купил ну короче здесь я не знаю здесь половина секонд-хендов половина там cbf то есть не будем все тоже рассматривать здесь лежит лейка я в секонд-хенде купил вот эти в коробках там или cb по дешевке брал тоже вот один вот заказывал на ebay покупал тоже еще давно с россии или с украины кинопроекционный хороший объектив но его надо тоже адаптировать вот и покупал проекторы с них проекционные только выкручивал ну то есть здесь как бы не будем тоже все рассматривать то есть как я вам говорю мои любимые так синон и вот они тут стоят и ну вот они все ксенон то есть это как я мгру тот который я сейчас купил это клона этого еще может быть даже лучше может хуже надо пробовать снимать то есть вот это вот все ксеноны и мои любимые вот эти вот это но они оба одну и ту же модели а нет этот хелиоплан вот этот вот прямо план у меня их два должно быть еще где-то один есть еще один у меня где то есть да а ну прямо план это был ремаркированный это когда стали проблемы с авторскими правами они их перемаркировали в другой вот он от него кольцо они вместо прямо плана накручивали вот это это просто выкрутил чтобы светофильтр ставить атроплан он назывался от него на самом деле это прямо план ну не считая конечно вот этого то есть вот этот это тут очень мой любимый этот домирон то тоже старый такой редкий тоже я его за сравнительно дешево купил но и остальные здесь всякие там понимаете биатары там марис туры короче то же самое эти есть и тут джесегон есть меритар хелиоплан вот аристор есть всякие вот эти вот это вот на лейку под для дальномеров короче вот тут уже немецкие у то ну короче они все практически вот эти немецкие и его те вот в конце стоят вот он для фотоувеличителей вон они раз два три 4 5 штук но то еще не все а вот 6 6 диаплан еще есть то же самое или я брал в секонд-хендах увеличить или покупал ну тут же их сейчас их найдешь вернее проектор и выкручивал объективы а проекторы валяются где-то в сырой но они мне проекторы не нужны но также как и камеры то есть многие эти объективы с камерами покупал ну то есть вот это моя основная коллекция вот здесь как бы все ну есть еще где-то у меня в отдельной коробке лежат там короче которые нужны небольшая чистка ремонт я их сюда не ставлю пока то есть потом когда они придут состояние то есть там я их чищу там потом печатаю крышки то есть здесь вот эта крышка это же распечатал блин у этого нету кстати крышки надо распечатать это оригинальные вот это вот мы и распечатаны здесь тоже видите крышки все распечатаны да это я уже на принтере по напечатал у меня очень много крышек не хватало вот это распечатано так и на нижней полке это ну как то у меня основная коллекция это как бы не коллекция это ну просто всякие интересные тоже старые объективы но они по какой-то причине ну то есть как я их не коллекционирую то есть я ими фотографирую или храню просто или для обмена или для продажи но тоже это не горит все к спеху вот и из чего интересного тут особо ничего нету вот этот китайский от камер наблюдения с него тоже есть и видео на канале есть ну и видео как он снимает и где-то анбоксинг обзор был а вернее вот этот вот и вот это тоже с камер наблюдения здесь один шнейдер признать куртагон и один еще тоже китайский но я их еще вот эти не пробовал это я позже покупал на уже времени не было потом эти всякие туши или секонд-хендов или из дешевых камер и покупал секонд-хенде скручивал те же которые скрыг листом горилл вот самый первый который я купил в коллекцию это вот этот 28 миллиметров 1.2 кирон это кино пресижен сейчас он стоит под сотку я тогда за 10 баксов купил я даже еще не знал что он дорогой вот это я только приехал только-только и вот в первый год мне захотелось какие-то объективы и 2 таки на спешил крошин где-то там стоит он среди тех длинных вот ну то есть эти я а блин а чё вот это тут стоит синон то есть у меня больше ксенонов такой черный а ну да это просто из это я с камеры скрутил недавно он тоже должен быть в этой коллекции то есть синон у меня здесь а там у меня уже более такие которые 80-х годов а ну правильно супер такумар вот здесь должен быть витар сигмы короче это такие уже более современные там на пентакс нами ноуту они в основном все японские то есть тут уже немецких ну практически нету вот основу все японские и да то есть это уже эпоха 80-х 90-х годов а вот это от 40 до 60-х где-то но это собственно и все а ну и вот мой основной фотоаппарат которым я всегда фотографирую вот lumix gx7 самый используемый на него конечно уже тысячи и тысячи фоток сделан здесь объектив с квадрокоптера диджай но на самом деле это просто ребрендированный лейка 15 миллиметровый это мой самый ходовой короче объектив который мы больше всего фотографирую ну кроме старых естественно вот ну и все и больше здесь ничего такого интересного нет в общем друзья ставьте лайки подписывайтесь всем огромное спасибо за просмотр и да благоволит к вам господь пока пока